Приветствую вас и в первую очередь мне бы хотелось сказать, что вы молодец, вы добиваетесь своей девушки, вы не отчаиваетесь, не отступаете, вы идете к своей цели, как подобает мужчине. Это не может не вызывать уважения, но давайте мы с вами подумаем вот о чем. Добиваться девушки это хорошо, это знаете такой мотив, который является основополагающим, да? Который является основным для молодого человека. Добиваться девушки нужно так, чтобы ей с вами было хорошо. Чтобы она была с вами счастлива. Чтобы ей с вами нравилось. Чтобы она чувствовала, что вы именно тот мужчина, который ей нужен. А для этого нужно во всех отношениях учитывать все ее интересы. Не надоедать ей, не мозольки и глаза, не быть постоянно в поле ее зрения, но в все время как бы незримо быть рядом с ней. Понимаете, в мужчине для девушки важнее всего то, чтобы он был надежным. Чтобы он был опорой для нее. Чтобы она могла на него положиться. Такая, знаете, твердая скала, можно сказать, она для сравнения. Но если вы постоянно намекаете ей о себе, если вы постоянно даете знать о себе, девушка это воспринимает скорее как ваше желание, как ваше стремление. А они, к сожалению, идут в разрез с ее. И именно потому, что они идут в разрез с ее желаниями, девушку вас везде игнорируют. Подумайте, вот вы ее любите. Что значит для вас, вообще говоря, любовь? Любовь это когда желаешь сделать человека счастливым. Неважно, с нами он или находится на расстоянии. Главное знать, что с ним все хорошо. Главное, безусловно, стремиться делать его счастливым. Что значит безусловно? Безусловно, это значит, ничего не требует взамен. Если вы, как говорите, любите девушку, то я задам вам вопрос. Вы готовы, даже на расстоянии, довольствоваться тем, что она счастлива? Вы готовы, в случае чего, отпустить ее, если она скажет, что с другим будет счастливее, чем с вами? Если скажет, что нашла свою расчетку, нашла своего принца, своего мужчину, и это не вы. Готовы вы ее отпустить? Если нет, то, к сожалению, тогда ни о какой любви речи не идет. Если да, то вы действительно ее любите, настоящей, чистой любовью. Ей повезло. Поскольку вы спрашиваете, получится ли у вас с ней что-то или нет, я могу сказать, в дополнение к тому, что я уже сказал, а точнее резюмирую, что да, может получиться, если в течение длительного времени вы будете показывать ей, что для вас на первом месте только ее интересы, ее переживания, чувства и стремления. И ни в коем случае не будет давать ей понять, что на первом месте для вас ваши собственные переживания. Вот это, пожалуй, худшее, что вы можете сделать для того, чтобы расположить девушку к себе. То есть, если вы хотите быть с ней, то нужно взять на вооружение целиком и полностью, только лишь ее интересы и не более того. И дальше. А в том, что касается вашей возможной зависимости от нее. То здесь нужно исходить из желаний, которые у вас есть, которые вы пытаетесь реализовать через нее. И тогда вам будет лучше, вам вы будете лучше понимать, что вообще говоря с вами происходит. Какие именно стремления вы пытаетесь через нее реализовать. И поняв для себя, что эти стремления вы сможете реализовать и без нее, вы пасшите дело, освободитесь от зависимости и перестанете к ней стремиться, как к средству для достижения своих целей. Это является основным направлений для борьбы с возможной зависимостью от девушки. Пожалуй, на этом можно докончить. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...